Друзья, привет! То, о чем я вам сегодня расскажу, это просто какой-то тихий ужас. Нам один из представителей власти заявил, что невакцинированные должны покинуть страну. И также нам заявили, что невакцинированных нужно избивать. Друзья мои, я не шучу. А какие здесь могут быть шутки? Но сегодня будет еще много всего, поэтому досмотрите выпуск до конца. И прежде чем мы начнем, у меня есть к вам небольшая просьба. Давайте договоримся. Если вам сегодняшний выпуск понравится, кто не подписан, не забывайте подписаться на канал. Это очень помогает в распространении информации. Ну и начнем мы с человека, которому после данного ролика пропадает абсолютно всякое уважение. Советник Сечина, журналист Михаил Леонтьев заявил, что невакцинированных нужно избивать. Об этом он заявил в прямом эфире. Впрочем, смотрите сами. Я бы вообще запретил бы, но это не начало, это конец. Как бы с конца начнем. Вообще заниматься пропагандой вакцинации. Потому что это все похоже на какой-то коллективный публичный маразм. Значит, вот вы здесь занимаетесь тем, что убеждаете баранов пастись самостоятельно. Бараны без пастуха и желательно собаки не пасутся. Не пасутся они, понимаете? Вот сколько вы с баранами не работаете, Ни сколько вы не занимаетесь, вот Петя Толстой, который говорит, мы проиграли компанию. Какая нахрен компания? У нас есть государственная власть, законная, избранная, легитимная. Она обязана обеспечить, грубо говоря, здоровье баранов вне зависимости их воли и сознания. Потому что она отвечает за поголовье. Друзья мои, позвольте, вставлю небольшую ремарочку. Сейчас он называет баранами практически 70% населения страны. Так как по официальным данным на данный момент привито 34,5% россиян. И это официальные данные, которые, как мы с вами знаем, часто бывают отличными от реальных. То есть он сейчас практически 100 миллионов россиян называет баранами, которых нужно насильственно колоть. Я не знаю, что там насчет оскорбления чувств верующих, но сейчас он оскорбляет большую часть нашей страны. Он оскорбляет 70% наших с вами соотечественников. Сколько можно заниматься пропагандой с этими баранами? Гриш, давай без выражения. Нужно было просто ловить и колоть. Два удара по башке, обездвижил и уколол. И все. Ну баран же, что вы хотите с баранами? Без оскорблений только. А почему без оскорблений? С оскорблением 70%? Да, вы правильно поняли. Сейчас он заявляет о том, что практически 100 миллионов россиян нужно избить. Два удара по голове. А что под этим подразумевается? Лишить человека сознание, сбить его с ног. Избить 100 миллионов граждан. И просто-напросто насильственно заколоть. А это вести ФМ Москва. Вы представляете, что сейчас транслируется? Транслируется насилие над большей частью страны. И этот человек считает себя журналистом. Да какой ты после этого журналист? Журналист на букву Ж. Журналистов не вакцинированы. Сейчас уже меньше. А что их надо ласкать, что ли, этих козлов? Баранов, прошу прощения. Другой животный. Ну что с ними делать? Миш, давай без оскорблений. Ну правда, серьезно. Ну давай, давай без оскорблений. Давай мы опять будем. Я никуда не избираюсь. Понимаешь? А козлов, баранов избить. Замечательно просто. После этих слов данного гражданина я лично даже за человека не считаю. Так как он призывает совершить преступление против 70% граждан нашей страны. Совершить самое настоящее преступление. И за эти призывы, я считаю, данный гражданин должен ответить, раз все-таки у нас в стране за слова привлекают. Ни в какие органы. Но это не повод. Хочу и оскорблю. Ничего страшного. Вот. Буду разжигать рознь к большинству населения Российской Федерации. Это уже не рознь, если к большинству. Какая же здесь рознь? Практически поголовно. Ну, ну так нельзя, ну. Честно, друзья мои, я просто немного шокирован. Этот человек понимает, что он говорит. То есть, это не просто слова, которые сказаны где-то, знаете, в ярости или еще в чем-то. Он сейчас, соответственно, заявляет, что я призываю к розни. Вы слышите? Он, не отрицая это, говорит. И так как мы с вами прекрасно видим, что за комментарии сажают. Хованского того же сейчас за песенку мурыжат. За фотографии сажают. Поэтому, мне интересно, правоохранительные органы обратят внимание, на данного гражданина или он у нас какой-то неприкосновенный. Что, друзья мои, вы на это скажете? Мне интересно ваша реакция. Еще одного гражданина сейчас покажу, который тоже возомнил о себе много чего. А это, друзья мои, уральский чиновник. Вице-мэр Каменска, уральского Денис Нестеров. И он заявляет, что непривитые должны покинуть Россию. Цифры я вам уже назвал. То есть, по его мнению. Ну, опять же, что это? Смотрите сами. Скажите, пожалуйста, вот крик души у Светланы. Добровольная вакцинация. Почему она перестает быть добровольной? Почему люди, которые непривиты, не чувствуют себя полноправными членами общества, их не пускают туда и сюда? Ну, знаете, это вопрос-то такой, на мой взгляд, обоюдный. А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? То есть, вот в обратную сторону давайте посмотрим. Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены там Российской Федерацией, Свердловской области, в городе Каменске, Уральске. А почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила, но, значит, переезжайте, там, не знаю, там, откуда они пишут-то обычно, да, там, с Канады, с Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты. Этот чиновник заявляет, что те, кто не хочет прививаться, уезжайте из страны. Откуда, вот он говорит, Канада, Беларусь, причем здесь Канада и Беларусь, я, конечно же, не понимаю, потому что цифры, мы с вами видим, 70% россиян. Опять же, по его мнению, из страны, получается, должны уехать 70% жителей, а на их место, что завезут 100 миллионов привитых мигрантов, серьезно? Вы понимаете, что говорит этот человек? А если он так действительно думает, то у меня вопрос, какой из него тогда управленец? Если он может просто так разбрасываться людьми, причем не просто каким-то одним процентом или двумя процентами, а семью-десятью процентами наших граждан. В то же время, помните, как чинуши заявляли о том, что нужно привить 60% населения, чтобы победить? Так вот, здесь, оказывается, новые цифры всплыли. Оказывается, уже не 60% нужно кольнуть, а все 90-95%. Наши эксперты и зарубежные эксперты, с которыми мы сотрудничаем, и информацией, с которой мы обмениваемся, говорят, что и 80% недостаточно для того, чтобы обеспечить защиту населения. Показатель желательно иметь 90-95%. Мы пока оставляем планку не менее 80%. Чтобы иметь планку не менее 80%, не нужно населению врать открыто. Не нужно распространять слухи, которые один противоречат другому. Не нужно у населения вызывать злость. В том числе нужно успокоить вот таких журналистов, вот этих глав. У нас в стране, насколько я знаю, никогда выше 70% даже от гриппа привито не было. А здесь, в связи с нарастающим недоверием населения, о чем вы говорите? Вы ставили цель себе 40%, 60% на осень, и где? Мы в итоге видим 30%, из которых, как сказал Гинсбург, 80% попадающих в больницу, которые якобы привиты, не привиты на самом деле. Вот она, пожалуйста, статистика. О чем они вообще говорят? Или просто они хотят получить цифры на бумажках? А, скорее всего, друзья мои, так и есть. Исходя из того, что сейчас идет перепись населения, исходя из того, какие дают указания переписчикам. А я сейчас расскажу, вы просто со стульев попадаете. Вот судя по тому, цифры эти все это просто-напросто липа. Вот послушайте, информация издания знаком. Волонтерам и сотрудникам подразделений Росстата, участвующим в переписи населения, разрешили собирать данные о россиянах у их соседей. Об этом издание пишет, ссылаясь на волонтеров из Новосибирской области. Если выясняется, что жильцы в квартире есть, необходимо, в кавычках, собрать минимальные сведения для переписного листа, пол и возраст жильцов, возможно, родственные связи. Узнавать эту информацию предлагают через соседей, консьержей, старших по подъезду. Друзья, сразу хотелось бы сказать переписчикам, что собирать информацию у третьих лиц это незаконно. И что одно дело указка у руководства, а другое дело, что найдется принципиальный гражданин и засудит вас. Потому что это преступление. Ну и если даже перепись населения можно проводить просто так, через соседей, может быть и голосование так же проводилось. А прошли, у соседей спросили, а как вы думаете, а за кого дядя Вася бы голосовал? Ну вот, за Михаил Павлович. А ну все, Михаил Павлович, окей, отлично, здорово. Может быть так это все и происходило. Может быть сейчас той же вакцинации происходит примерно то же самое. Так, у нас по плану должно быть 30% на деле. А не 30, ну давайте нарисуем 30. У нас же план стоит правильно, нужно выполнять. И что-то мне подсказывает, что так и происходит. Но это не точно. В то же время против всех россиян решили ввести ограничения. На данный момент это коснется всех, но ограничения будут у 70%. То есть сейчас почти 100 миллионов человек данная информация коснется. Власти России готовятся к обязательной проверке QR-кодов при посадке в поезда и самолеты. А я вам больше скажу, что сейчас приходит такая информация о том, что это будет касаться не только поездов и самолетов, но еще и других видов транспорта. Член Совфеда Круглый заявил о том, что введение обязательных QR-кодов на транспорте в условиях пандемии это оправданная мера. В комитете Госдумы по охране здоровья также готовы поддержать введение в России QR-кодов на транспорте. И друзья, мы готовимся, что скоро 70% россиян просто не сможет передвигаться по своей родине. И несмотря на то, что ограничение свободы передвижения по стране это нарушение Конституции, власть заявляет, что Конституция при этом не нарушается. Не буду голословным, процитирую. Андрей Калишас заявил о том, что обязательная вакцинация не нарушает конституционные права. Введение обязательной вакцинации от ковида не будет являться нарушением конституционных прав россиян. Конституции это не противоречит. Он также указал, что инициатива по введению в Россию обязательной ковид-вакцинации для всех граждан может быть реализована только через принятие соответствующего федерального закона. Собственно, он нам намекнул, что Конституция это как бы не противоречит, хотя на самом деле противоречит, но при введении соответствующего федерального закона это противоречие просто-напросто снимется. Противоречит, но не противоречит, но если мы введем закон, то противоречить уже точно не будет. Я даже не знаю, какими словами сейчас это можно охарактеризовать без мата. Дальше, друзья мои, что Гинсбург заявил? Это просто какой-то отвал башки. О, да, я подобрал слово. Обязательная вакцинация от коронавируса, друзья мои, внимательно, я специально выделю нужное голосом. Обязательная вакцинация от коронавируса не подразумевает принуждений и наказаний за отказ от нее. Об этом как раз и заявил Гинсбург. Обязательная вакцинация не подразумевает принуждения. Обязательная, но не принудительная. То есть, обязательная, но не обязательная. Принудительная, но не принудительная. Как это понимать, друзья мои, а ровно тем же самым образом, как и понимать новости в СМИ. Приведу один простой пример. 9 ноября на РБК выходит новость. Петербурги ввели обязательную вакцинацию для всех жителей старше 60 лет. До сих пор такого не было и это первый в России случай. Сегодня же выходит новость о том, что власти Петербурга заявили о добровольной вакцинации для пенсионеров. То есть, 9 они заявляют о введении обязательной, а сейчас они заявляют о добровольной. Логики власти в плане пандемии я вообще не понимаю. Но одно понятно точно, что скоро большинству граждан просто-напросто не разрешат путешествовать по стране. Что, по моему глубочайшему убеждению, является самым прямым нарушением Конституции. Ну а сейчас поговорим про ядерные отходы и про цены. Друзья мои, мандарины турецкие в страну завозить нельзя. Санкционные продукты из Европы в страну завозить нельзя. Хорошую качественную продукцию. Но здесь вот какая информация поступила. Ранее я уже о ней рассказывал. Но сейчас слова превратились в дело. Издание Рядовка сообщает, что в Россию вновь привезли уран. Французы ранее я вам рассказывал бастовали против превращения Сибири в радиоактивный полигон. Но вот в порть Усть-Луга в Ленинградской области привезли 20 контейнеров с урановыми отходами из Франции. В рамках контракта между компанией Арана и Росатомом. Об этом сообщили в Гринписи. Оказывается, что это уже третья партия отработанного урана, которую привозят из французских АЭС. А из Усть-Луги отходы отправляются в Северск. А затем, как утверждает Росатом, из них извлекут топливо для атомных станций. Северск, друзья мои, это город, который находится вблизи Томска. Так что томичи сейчас я не знаю, как себя чувствуют. Отлично придумали в Росатоме, правда, брать ядерные отходы из Франции и делать из них топливо. Но по сути, друзья мои, ввозим мусор в нашу страну. Потом отправляем его подальше от Путина, от власти, в Сибири. Но почему бы, собственно, нет. И уже дальше его продолжаем перерабатывать. Уран вот из Франции завезли, а уровень жизни из Франции почему-то завезти не хотят. И сейчас как раз об уровне жизни и о ценах. Глава Минэнерго Шульгинов назвал цены на бензин в России искусственно заниженными. Если бы не было демпфера, по нашим оценкам, бензин стоил бы дороже рублей на 15. Мы следим за ситуацией с ценами на бензин. Нельзя просто так корректировать демпфер. Надо понимать, для чего. Но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться. Цены на бензин в России, друзья мои, оказывается искусственно заниженные. 95 по полтиннику это дешево. Это, друзья мои, это копейки сущие. Газ по 40 рублей это тоже, наверное, дешево. В Казахстане наш газ стоит там порядка 10 рублей. Бензин порядка 25-30. В то же время пока в России ценник приближается к полтиннику. И это оказывается вообще сущие пустяки. Так что россияне еще шикуют. В то же время издание Урару нам сообщает о том, что депутат Госдумы Сергей Лисовский готовит срочное обращение в федеральное правительство из-за роста ценной еду. По его словам, чиновники Кабмина не способны контролировать ситуацию с подорожанием продуктов в стране. Ну и без Сергея Лисовского это было, конечно же, уже известно. Что чиновники просто не способны контролировать ситуацию с подорожанием. А интересно вообще, что они способны контролировать, кроме своих доходов. И вот слова этого Сергея Лисовского. У нас правительство России живет, будто не читало даже первой страницы любого учебника по экономике. Потому что оно вдруг удивляется, что цены выросли. Поэтому мы готовим предложение к правительству о создании четкой таблицы себестоимости основных продуктов питания. Хлеба, молочной продукции, мяса и так далее. С указанием доли в себестоимости таких составляющих, как удобрения, электроэнергии, ЖК тарифа, металла, топлива. Чтобы правительство, позволяя монополистам поднимать цены, понимало, что это тут же приведет к росту стоимости продовольствия. Судя по словам Сергея Лисовского, правительство не понимает, что поднимает цены на что-то, на то же топливо, которое в России сильно дешевое. Что автоматически это поднимает цены на все остальное. Что если литры солярки стоят 30 рублей, а сейчас он стоит 50, то это приводит к кратному увеличению стоимости продуктов. Которые при помощи, в том числе, этой солярки производятся. Но для кого-то, как вы видите, это оказывается неявно. Но в связи с чем вопрос, какого же уровня люди сидят там, наверху. Зато наверняка эти люди знают, сколько стоит икорочка, сколько стоит новый майбах. Вот это им, скорее всего, известно. Вот такой, друзья мои, насыщенный выпуск. Если он вам понравился, не забывайте подписываться на канал. Потому что если мы с вами не будем распространять правду, нам будут врать в глаза они. А с вами были новости с Антоном Хардиным. И я не прощаюсь.